Совсем недавно свет увидела новая часть легендарной серии Civilization, которая получила под заголовок Beyond Earth. Однако из-за падения рубля игра в Steam стоила немного немало 1299 рублей. Деньги, которые далеко не каждый геймер с СНГ готов потратить на компьютерную игру. Такая банальная причина абсолютно естественно подталкивает фанатов жанра к поиску более доступного аналога. Космическая стратегия в 3D о том, как люди отправились колонизировать космос, исследовать новые технологии, возводить постройки, управлять боевыми действиями. Все это в равной степени относится как к Beyond Earth, так и к бесплатной игре Astralords. Среди массы подобных космических стратегий Астролорды стоят особняком. Отличия проявляются с самого начала. Например, у мира игры есть своя собственная богатая предыстория, чем не может похвастаться практически ни один аналог. Также в игре есть три вида внутренних ресурсов — кредиты, дейтери и самое главное — это тритий. Получить тритий можно на аукционе, победив некоторых боссов и пришельцев, а также в редких зеленых туманностях. А уникальность его в том, что он обменивается на реальные деньги. И это действительно приятно, ведь в подавляющем большинстве фритуплей игроки в основном деньги тратят, а в Астролордах есть возможность деньги зарабатывать и выводить. Суть игры заключается в том, что в будущем люди, которым собственно и являются Астролорды, отправились колонизировать космос. Каждый лорд имеет свой собственный астероид, который находится в открытом космосе. Ну а так как вы и будете играть за одного из таких лордов, то уже с самого начала игры вы получите свой собственный астероид, который сможете обустраивать на протяжении всего дальнейшего игрового процесса. Что из себя представляет этот астероид, спросят некоторые из вас. Ну так как на нашем канале практически каждый знаком с такой игрой, как Дота 2, то представьте себе, что Войт поставил купол на клифф, а сам клифф находится в открытом космосе, а под куполом находится целый город. Вот этот клифф с куполом и городом — это, собственно, и есть ваш астероид. Игра очень проста в освоении, и вначале при помощи советников и нескольких заданий вам покажут практически все базовые принципы. Стоит отметить некоторые особенности Астролорды в плане механики, и на мой скромный взгляд отличия эти выгодно выделяют игру среди прочих. Например, здания в основном нужно улучшать до какого-то определенного уровня, а не до бесконечности. Похоже на цивилизейшн-образом выставные системы исследований технологий. Прежде чем построить какое-либо здание, в первый раз вы должны будете исследовать связанную с ним технологию. Однако при этом новые технологии дают не только возможность строить новые здания или улучшать существующие. Например, изучив пилотирование, у вас появится возможность задавать координаты и направлять астероид в любую точку облака Аорта, где по пути можно грабить базы других игроков, нападая на них, или же вместе объединяться против пришельцев, которым прямо-таки кишит облако. Так что и дипломатия здесь занимает не последнее место. К слову, локации в игре не высосаны из пальца, действия разворачиваются в облаке Аорта и поясе Койпера. Эти два астрономических объекта, хоть и не доказаны инструментально, но теоретически их существование подтверждено вычислениями. Так что все серьезно. Любители массовых баталий порадуют арена, где происходят сражения с инопланетной расой или с другими игроками, лордами. Бои происходят в реальном времени, что дает возможность активно проводить время в игре, а не просто ожидать окончания постройки. Вы можете сами вести бой, когда этого хотите и иметь свободное время для игры, либо поручить ведение боя своему генералу, который будет воевать в соответствии со своим уровнем развития и экипировкой. Еще одной хорошо проработанной компонентой игры является боевая составляющая. Постоянно улучшая и модернизируя свои боевые корабли в обычном режиме, во время боя вы получаете возможность идти на инопланетного босса, либо в командные бои на пришельцев. Так что вам не придется скучать, глядя на то, как компьютер сам двигает ваши юниты туда-сюда, рассчитывая повреждения и наносимый урон. При этом разработчикам удалось не перегрузить боевку. Управление кораблем реализовано очень доступно и понятно, но при этом попасть по врагам вам будет не так просто. Большинство снарядов имеет свою траекторию полета, поэтому вам придется рассчитывать собственные передвижения так, чтобы и самому от плюха уворачиваться, да и противнику накидать наперед. В общем, весьма динамично и интересно, но при этом очень просто в освоении. Большим плюсом является мультиплатформенность игры. На одном и том же аккаунте вы можете играть с любого браузера, а также скачать клиент для Windows, macOS, Linux, а также Android и iOS, причем включая телефоны. Согласитесь, весьма удобно, ведь таким образом вы можете скоротать время в поездке и свое детище без присмотра не оставлять, если, конечно же, характеристики вашего аппарата это позволяют. Ну и напоследок хочу еще раз напомнить о самом клевом – возможность вывода реальных денег. Конечно, семью вы подобным образом навряд ли сможете прокормить, но согласитесь, было бы приятно, весело проведя время, получить за это еще и вознаграждение, на которое, кстати, вы, например, и сможете купить Beyond Earth, если, конечно же, после Астролорта еще захотите в нее играть.